Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Если вы на нас еще до сих пор не подписались, рекомендуем это сделать на канале. Большое количество интересного и полезного обо всем, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры в разных форматах. А всю информацию по нашим автомобилям, а также по вакансиям смотрите на нашем сайте. Ссылочка на него будет на экране. Особое место среди поддержанных автомобилей с правосторонним расположением руля занимают минивены. Полноценные пассажирские микроавтобусы, а среди них в свою очередь особое место занимает такая модель, как Honda Stepwagon. На нашем канале мы уже рассказывали про современный степ-вагон в кузове РП и про его предшественника РК. Но сегодня к нам в руки попал практически ретроавтомобиль. Это третье поколение популярнейшего микроавтобуса. Здесь еще были классические автоматы и вообще до сих пор эту машину продолжают спрашивать наши клиенты. Встречайте, Honda Stepwagon. Третья генерация степ-вагона в кузове РГ увидела свет в 2005 году. Этот автомобиль выпускался довольно непродолжительный период времени, всего 4 года. Последние экземпляры скатились со сборочных линий в 2009. При этом автомобиль успел пройти через обновления на рубеже 2007 года. Вариантов выбора моторов у потребителя было два. Это двухлитровый бензиновый мотор на 155 лошадиных сил, либо вариант с 2.4 бензин на 162 лошадиные силы. Коробки передач четырехступенчатые автоматические для двухлитровых вариантов и пятиступенчатые автоматические, либо вариаторные для версии с 2.4. Вариатор полагался машинам с приводом только на переднюю ось. Наш сегодняшний экземпляр – автомобиль 2007 года выпуска. Здесь двухлитровый мотор, коробка-автомат и передний привод. Хонда степ-вагон в кузове РГ не выглядит маленьким автомобилем, однако место на дороге этот микроавтобус занимает не больше, чем иной седан бизнес-класса. Длина этого автомобиля 4 метра 63 сантиметра, ширина 1 метр 69, а высота 1 метр 77. Колесная база автобуса 2,85, что достаточно для размещения трех рядов сидений. Радиус разворота при этом достаточно небольшой – 5,3 метра. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то Хонда степ-вагон в кузове РГ – это классический японец. И толщина окраса с завода у него достаточно небольшая. Где-то в диапазоне от 80-85 до 110-115 микрон. Ну, может быть, 120 на отдельных участках. Правда, найти такой автомобиль полностью в заводской краске – задача на 2023 год практически невыполнимая. Может, конечно, повезти, но шанс этого минимален. Так что смотрите эти автомобили в основной части на предмет целостности силовой структуры кузова, так называемых костей. А косметические окрасы воспринимать придется уже как данность. Что касается стойкости кузова к коррозии, то изначально Хонда степ-вагон в целом демонстрировал неплохую сопротивляемость этому явлению. Однако годы и тысячи, сотни тысяч километров пробега, намотанных на колеса, дают себе знать. Поэтому при осмотре подобного автомобиля обязательно проверяйте машину снизу на подъемнике. В основной массе все очаги коррозии на этих автобусах находятся именно там, по низу. Ну и традиционные места в виде низов дверей и задних колесных арок. Обзор внутреннего пространства автомобиля традиционно начнем с багажного отделения. Доступ куда нам открывает довольно массивная и большая по площади пятая дверь. Сразу же обращает на себя внимание, помимо линолеума, заботливо постеленного сюда предыдущим владельцам, низкий уровень пола. Погрузочная высота в данном случае минимальна. Что касается габаритных размеров проема двери, который здесь практически прямой. Его ширина метр двадцать сантиметров. Высота от пола до потолка сто тринадцать. Ширина в задней части по полу сто двадцать четыре сантиметра. А полезная длина по полу багажника при поднятом третьем ряде пятьдесят один сантиметр. Если же третий ряд в данный момент вам не актуален, сиденья вы можете сложить. Происходит это на манер того, как они складываются в автомобиле Honda Freed. Заняв свои места по бокам сверху, сиденья освобождают изрядную долю пространства. Теперь длина вашего багажного отсека до сиденья возрастает где-то до отметки сто двадцать восемь сантиметров. Ну а если и этого места вам мало, складывайте сиденья второго ряда. Здесь они складываются, кувыркнувшись вперед. Опять же, отсылка к Honda Freed со сплошным вторым рядом. Ну, либо Mitsubishi Outlander. Там сиденья складываются по той же системе. В этом случае длина вашего багажника возрастет до одного метра шестидесяти трех сантиметров. Что касается каких-то дополнительных удобств и ухищрений по багажнику, то здесь у нас есть только плафон освещения с принудительным включением. А также за фальшпанелями по бокам скрывается домкрат с правой стороны и набор штатного инструмента с левой. Ну а теперь про салон РГ-кузова, потихоньку переходящего в разряд классики. Попадая сюда, отмечаешь огромное количество пространства вокруг. При этом этот степ-вагон не похож ни на РК-кузов, ни на последующий более свежий РП. Разве что в некоторых отдельных деталях. Он практически полностью самобытен. Что касается посадки за рулем, она здесь вертикальная по автобусному, но при этом удобная. При росте метра восемьдесят шесть удалось быстро подстроиться под оптимальную посадку. Рулевая колонка в этом автомобиле имеет регулировку как по наклону, так и по вылету. И в целом ее диапазон достаточен, чтобы за рулем устроился водитель любой комплекции. Сидение максимально отодвинуто назад в данном случае, но в запасе есть еще регулировка по высоте. Можно слегка опустить его вниз. Опора под локти здесь присутствует в виде откидных подлокотников, причем как у водителя, так и у переднего пассажира. А под правую и левую пассажирскую, соответственно, руку присутствуют подлокотники на дверной карте. Правда, они сделаны из жесткого пластика, зато расположены там, где нужны. По части кнопочек, раскиданных по салону, здесь на самом деле все предельно понятно. Абсолютно стандартный блок стеклоподъемников и управление боковыми зеркалами на дверной карте. Справа от руля, правда, в слепой зоне располагаются клавиши управления электроприводами боковых дверей. А с левой стороны большая клавиша включения экономичного режима движения. Отдельным блочком рядом с аварийкой вынесены кнопочки обнуления одометра и управления яркостью подсветки приборов. На рулевом колесе слева управление магнитолой. И в данном случае у нас штатный DVD с большим монитором, который умеет работать с подключенным по Bluetooth телефоном. Поэтому с этой стороны как раз таки управление телефоном. Селектор коробки передач в данном случае классический, с прямой прорезью. Здесь у нас самый обычный автомат. Есть овердрайв отключения четвертой передачи и кнопка разблокировки. Блок управления климатом у нас наверху под большим монитором. В данном случае у нас присутствует подогрев боковых зеркал, который включается той же кнопкой, что и подогрев заднего стекла. Отдельная клавиша активации климата для задних пассажиров. Кнопка включения кондиционера, регулирования оборотов вентилятора, режим рециркуляции, авторежим. И температура регулируется при помощи удобной поворотной рукоятки. Ну а внизу управление мультимедиа. Все, что касается переключения ее режимов, перемотки, включения и так далее. Плюс джойстик управления навигацией, которая в наших условиях, естественно, не работала, когда машину завозили и не работает до сих пор. Что касается приборной панели, то это, конечно, фишка данного кузова. Как и на Хонде Прилют начала 90-х годов, панель здесь занимает всю ширину автомобиля. С правой стороны у нас огромный цифровой спидометр, рядом тахометр, шкала селектора коробки передач, блок контрольных ламп, бортовой компьютер, одометр плюс шкала уровня топлива. Кстати, указателей температуры здесь нет, только сигнальные лампы. И с левой стороны индикация, связанная с системой климат-контроля. Все читаемо, все удобно, шрифты крупные и подсветка здесь бело-голубая, не раздражающая глаза. По части бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения в этом автомобиле есть футляр для очков в потолке, который легким движением руки также превращается в панорамное зеркало для наблюдения за задними пассажирами. Подобная опция есть и в Хондах ЦРВ. Здесь у нас есть бардачки приборной панели, которые исчезли на кузове РК, а потом вернулись уже на более свежем РП поколении. Здесь у нас штатный бардачок, правда он небольшой по объему, и львиную его долю занимает как раз-таки блок, связанный с DVD-проигрывателем. На центральной консоли есть маленький кармашек, есть выдвижной подстаканник и небольшой отсек, куда можно насыпать что-то совсем-совсем маленькое. В данном случае уже не фиксирующаяся крышечка кармана внизу и набор входов для DVD в виде тюльпанов. Также справа от руля внизу есть откидной бардачок, маленький по объему, напоминающий таковой на сотых кузовах Toyota Mark II. Внизу боковых дверей есть аж два этажа карманов, верхний более мелкий и нижний более глубокий, плюс в нижнем кармане есть отсек под бутылку. Что касается обзорности, у этого поколения степа обзорность эталонная во всем, кроме одного момента. Здесь полностью невидимый капот, но это характерно для всех автомобилей подобной компоновки. Передние стойки здесь широкие, но большие по площади треугольные окошечки в них практически нивелируют мертвые зоны. Так что при повороте ни один пешеход за передней стойкой от вас не скроется. Линия стекления низкая, стекла здесь на самом деле очень много. Ну а боковые зеркала, хотя имеют зауженную к краю форму и лишены каких-то панорамных дополнительных изогнутых зон, но тем не менее пользоваться ими достаточно удобно. Плюс на этой конкретной машине есть камера заднего вида изображения, с которой выводится на большой штатный монитор. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. А на заднем ряду дела обстоят отлично. При моей регулировке кресла я не касаюсь коленями его спинки. Места над головой здесь также достаточно много. Единственное, что способно расстроить, это отсутствие какого бы то ни было подлокотника с правой стороны. На дверных картах здесь их нет. Зато есть откидной центральный подлокотник для задних пассажиров. Само сидение, кстати говоря, достаточно мягкое и очень сильно напоминает домашний диван. В том числе и в плане ткани, которым оно отделано. Здесь спокойно разместятся три человека, если хватит ширины. Все-таки габариты этого автомобиля метр шестьдесят девять. И по этому параметру он все же уступает более современным вариантам. Угол наклона спинки можно регулировать практически в полностью лежачей. Хотя в ровную кровать, в отличие от предыдущего поколения, сидение второго ряда здесь уже не разложить. Плюс присутствует возможность продольной регулировки. В данном случае это максимально сдвинутое назад положение. Но если кому-то надо уехать на третьем ряду, вы можете слегка пододвинуться вперед. Из дополнительных удобств для пассажиров второго ряда, разве что маленькие подстаканники в дверных картах, куда правда войдут, и бутылочки, поскольку он достаточно высокий, и пульт управления кондиционером. Правда здесь регулировать можно только сугубо обороты вентилятора. Что касается места на третьем ряду, в этом кузове при слегка пододвинутом вперед сидении второго ряда разместиться сзади на самом деле можно, и причем довольно удобно. Под сидением второго ряда достаточно места, чтобы ступни туда нормально спрятались, и при этом колени хоть и касаются сидения, но не упираются в него со всей силы. Подушка третьего ряда также плоская, и при желании здесь разместится третий пассажир, причем здесь есть даже третье гнездо для ремня безопасности. Спинка регулируется по наклону, механизм идентичен таковому на Хонде Фрид, и в целом, если отодвинуть сидение этого ряда назад и немножко отъехать в багажник, то сидеть становится абсолютно вольготно. Так что РГ-кузов это вполне себе полноценный автомобиль для путешествий большой компании. Что касается силовых установок степ-вагона этой генерации, здесь было два варианта моторов. Это двухлитровый двигатель на 155 лошадиных сил и 180 ньютон-метров крутящего момента, и мотор 2,4 на 162 лошади и 215 ньютон-метров крутящего. Это двигатели, относящиеся к одному семейству К20 и К24А. Эти же моторы вы можете обнаружить под капотом Хонда ЦРВ второго поколения, эти же двигатели обнаружатся и под капотом седьмых аккордов. Правда, по старой хондовской традиции, после наименования двигателя следует небольшой суффикс, который в каждом конкретном случае может обозначать свою модификацию мотора. Но по конструктиву плюс-минус они все похожи. Это алюминиевые рядные четверки с двумя верхними распредвалами. Здесь нет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов, соответственно, зазоры нужно регулировать. Регламент регулировки 40-45 тысяч километров пробега. Привод ГРМ на этих двигателях цепной. Впрыск топлива самый обычный распределенный, и вообще каких-то особых заморочек здесь нет, если не считать за таковую систему Айфтек. Самой ключевой проблемой для данных двигателей, если пренебречь таким фактором, как возраст и огромные пробеги подобных автомобилей, будет износ выпускного распредвала. На данный момент времени это, пожалуй, реально самая дорогая проблема из того, с чем можно столкнуться на таких движках. Жалобы на шумную работу, как правило, помогают устранить регулировка клапанов. Начали плавать обороты, попробуйте почистить дроссельную заслонку. Ну а при осмотре подобного автомобиля, на всякий случай, разгазуйте двигатель и посмотрите на следы масла в выхлопе. Вообще ресурс этих силовых установок очень неплохой. Они способны пробежать без капремонта и 300 и 350 тысяч километров пробегов. Все зависит от режима эксплуатации и качества обслуживания. Перед тем, как посмотреть на классический РГ-кузов снизу, давайте пробежимся по дорожному просвету. Низшая точка в данном случае будет находиться под передним подрамником. И до него от поверхности земли 14 сантиметров. Передний бампер находится выше этой отметки. Расстояние до брызговика, вернее до того, что от него осталось, от поверхности земли 16 сантиметров. В задней части порога 19. А задний бампер находится на расстоянии 25 сантиметров от асфальта. Брызговики висят ниже этой отметки. Подвеска на степ-вагоне этой генерации выполнена по классической для массового микроавтобуса этого типа размера схеме. Передняя подвеска здесь типа Макферса, ну а сзади подвеска зависимая. Попросту балка. Что касается архитектуры передней ходовой части, здесь у нас шаровые опоры, в данном случае у нас запрессованы в рычаги. А доступ к стабилизатору поперечной устойчивости, к его креплениям для замены втулок по нынешним меркам следует признать достаточно неплохим. Расположен он здесь на подрамнике. Рулевая рейка на степ-вагонах этой генерации еще самая обычная гидравлическая, поэтому внимание к насосу ГУР и к шлангам системы подачи рабочей жидкости в рейку должно быть пристальное. Течи по магистралям случаются, да и сам насос ГУР бывает приказывает, что называется, долго жить. Хотя на данном автомобиле есть только небольшое запотевание, причем старое на самой рейке и нет абсолютно никаких подтеков по двигателю, под дону, стыку коробки передач и по сальникам приводов. Что касается антикоррозионной обработки, то на данном автомобиле она присутствует, причем именно в виде напыления антикора, правда локально. Хотя здесь он присутствует в том числе и на моторном щите, на его нижней части. Надо сказать, что по меркам автомобилей в таком кузове этих годов выпуска в плане коррозии этот степ-вагон сохранился неплохо, хотя здесь есть чем позаниматься. Налет так или иначе уже начал появляться, в том числе и на порогах. В задней части автомобиля перед задней балкой в базе расположен топливный бак, сам бак здесь пластиковый, но вот часть его заливной горловины, которая уходит наверх металлическая, соответственно при осмотре автомобиля крайне желательно убедиться в отсутствии сильного запаха бензина снизу, но и вообще в целостности заливной магистрали. Сзади балка, два саймблока и амортизаторы с пружинами. Пружины и амортизаторы при этом разнесены отдельно. Задние тормоза у автомобиля дисковые. Ну и за задней балкой в габарите кузова мы видим докатку, которая подвешена на спецкронштейне. К вопросу о начинающейся коррозии на этих автомобилях, любимая доля ржавчины скорее всего будет сконцентрирована как раз примерно в этом районе. Задние подвески, усилители бампера и кстати не забывайте проверить еще и внутреннюю поверхность задних ар. Таким мы увидели сегодня Honda StepWagon в кузове RG 2007 года выпуска с двухлитровым мотором и автоматической коробкой передач. Надеемся после просмотра этого видео у вас появилось общее представление о том, что же представляет собой этот автомобиль. Если у вас был или есть такой StepWagon, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров пробега и вам есть в чем нас дополнить, в чем нас поправить, обязательно прописывайте все это в комментариях. Людям, которые поставили себе задачи найти подобную машину, именно ваш комментарий может помочь сделать выбор. Если обзор вам понравился, оказался полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте указывать в комментариях, какие машины вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся их для вас добыть и отснять. Спасибо, что смотрели и до новых встреч на канале. Пока! Пока!